Меня зовут Елена Федотова, я работаю в компании Intel, работаю ведущим техническим писателем. И вот, как мне подсказал LinkedIn, я работаю уже, наверное, лет 18, документируя софт в сегменте HPC, то есть это высокопроизводительное вычисление. Сегодня я буду рассказывать как раз о процессе перехода к контент-менеджмент-системе от неструктурированного контента. Процесс этот был такой непростой, но, в принципе, достаточно революционный для нас. И начали мы его в 2005 году, не пугайтесь, пожалуйста, цифры, я специально про LinkedIn сказала. И, по сути, по этому пути, отчасти тернистому, но, я надеюсь, к звездам, вот как я назвала свою презентацию, наша компания движется до сих пор. Когда в 2005 году мы задумались о вот этом переходе на структурированный контент, ситуация с нашей документацией, наверное, напоминала вот такой вот хаос древнего Вавилона. Когда у нас постоянно появлялись запросы на документацию для новых продуктов, все эти продукты должны были описывать 25 человек, которые были разбросаны по всему миру, которые работали в разных часовых поясах и, на самом деле, очень часто вынуждены были, точнее, ну не вынуждены, а работали над одними и теми же продуктами. Причем исторически наши технические писатели работали в разных редакторах. Это могли быть RoboHelp, WebWorks, FrameMaker, потом Madcap Flare и так далее. Помимо всего прочего, все эти инструменты требовали ввоза маленькую тележку скриптов адаптационных, чтобы в результате output, который вы генерите, соответствовал стандартам нашей компании, в частности. Помимо всего прочего, кроме этих туллов, мы должны были, соответственно, знать, как работает какая-то инженерная репозитория. Он у всех инженеров, у всех инженерных команд был разный. И, соответственно, эти туллы тоже у нас очень серьезно отличались. Всем инженерным командам хотелось следовать веням времени, поэтому постоянно появлялись запросы на новые форматы документации. Это были Visual Studio, Help2, Help3, это были Xcode, это были эклипсовые плагины, менд-страницы и так далее. Все хотели все. Нужно было уметь генерить с помощью вот этих вот редакторов. И параллельно мы таскали, естественно, с собой старую нашу легоси документацию, которая была плохо структурирована, которую отчасти писали инженеры, потом как-то вручную доводили технические писатели. Но, тем не менее, к этому времени, к 2005 году, мы уже сделали ряд таких шагов, которые, если пользоваться вот этой вавилонской аналогией, приближали нас к тому, чтобы говорить на одном языке. Так, например, мы пользовались тулами, как RoboHelp и FrameMaker, которые предоставляли вот эту технологию единого источника. Мы могли генерить какие-то нужные нам форматы, адаптировали их какими-то скриптами, писали какие-то скрипты для автогенерации. Но все вот эти решения, опять же, на чем держались? Выходит новый апдейт какого-то софта, и, соответственно, все вот эти скрипты тоже нужно апдейтить. Мы хотели в итоге прийти к тому, с чего начали жители Древнего Вавилона. Мы хотели говорить на одном языке, мы хотели работать в одной базе данных, мы хотели работать в одной среде и иметь какой-то надежный, стабильный аутпут. В связи с этим мы поставили вот себе ряд определенных целей, первой из которых было единообразие структуры наших документов. В нашем случае это требование приобретало дополнительный такой акцент, поскольку большинство наших продуктов, которые мы документировали, они в итоге сливались в такой один большой студийный продукт. И поэтому пользователь, который читал нашу документацию, он должен был видеть ее как, знаете, плод единого автора. Абсолютно стандартный, узнаваемый, сканируемый, прогнозируемый и так далее. Естественно, для вот этой будущей идеальной жизни нам нужен был один общий софт, который легко было бы апгрейдить сразу для всех, который бы помог нам сэкономить на локализации опять же. Мы хотели как можно меньше тратить время на вот эту постобработку конечных форматов. Не хотелось таскать за собой все эти скрипты. Как я говорил, у нас они отличались в зависимости от толов, которые мы использовали для редактирования. Мы все хотели писать, хотели узнавать продукт, документировать его. И не хотели, как коллеги сказали, не хотели работать в том смысле, что адаптировать, билдить, интегрировать и так далее. Хотелось вот какого-то такого легкого, ненавязчивого решения. Хотелось иметь возможность глобально переиспользовать продукт. И причем не только в пределах нашей инфодепной команды, но и в пределах других департаментов компании, таких как маркетинг, технические консультанты, юристы и так далее. Ну и очень хотелось иметь какую-то выделенную техническую поддержку, поскольку в нашем случае у нас были такие кружки техписов-энтузиастов, которые вот так вот собирались вместе, ну и поддерживали нашу инфраструктуру, писали стелшиты, писали скрипты. Но это параллельно с их основной нагрузкой. Но как только, допустим, такой человек уходил из команды, опять нужно искать волонтера, опять его учить, это все затратно. Поэтому очень хотелось, конечно, такой квалифицированной, выделенной помощи. Когда мы задумались о стратегии вот этого перехода на структурированный контент, мы в первую очередь решили воспользоваться методологией, предложенной Джоан Хекас. Не знаю, кто-то слышал это имя? Вот, да, приятно. На самом деле она такая в Штатах, она достаточно очень популярная тетенька, она такой евангелист от техписательства, и она разработала так называемую контент-менеджмент стратегию. И именно она, в частности, по-моему, в 2004 году, что ли, книжка вышла, и она как раз популяризировала очень серьезно дет-архитектуру и так называемый топик-ориентированный подход. Так вот, мы воспользовались вот этой стратегией, и для того, чтобы писать топики согласно этому подходу, нам нужен был инструмент. Таким инструментом в нашем случае стал X-Metal от компании Jazz System. Это коммерческий тул. Естественно, нам нужно было продолжать генерить вот эти разнообразные, нужные нашим инженерам и нашим пользователям форматы. Делать мы это собирались с помощью DITA-IT. Но в итоге-то, конечно, мы все хотели прийти к этой контент-менеджмент-системе, системе управления контентом, через которую мы могли бы полноценно существовать, пользоваться всеми вот этими благами. Ну, с чего мы начали? Мы начали, естественно, согласно методологии, проанализировали всю нашу документацию. Мы сравнили ее с теми топик-типами, которые предлагает DITA. Мы выделили контент-юниты. Мы идентифицировали те топик-типы, которых нет в DITA, по умолчанию, которые нужно создать. То есть топики, требующие DITA-специализации, соответственно, их контент-юниты. По счастью, у нас уже был контент, который был достаточно структурирован, как, например, какой-нибудь там function reference. Тут как бы трудно отступить от шаблона. И его можно было не трогать. Но количество неструктурированного контента было все равно огромным. И мы понимали, что это слишком амбициозно планировать такой вот переход масштабный. Поэтому мы приоритизировали нашу работу и решили сфокусироваться, в первую очередь, на самом критичном для продукта контенте и на контенте, который можно переиспользовать. И именно этот контент мы переписали в соответствии с DITA-топиками, и с теми контент-юнитами, которые мы выделили. Нам выделили XML-инженера, который помог нам сконвертировать вот этот новый переписанный контент и старый Legacy-контент в DITA-XML. И вот этот период анализа до конвертации занял у нас около трех лет для всех наших проектов. Потом какое-то время мы существовали в этом режиме, работая в X-Metal, используя наши контент-сипы и используя DITA-T для командного строка, его командный интерфейс непосредственно для генерации нужных нам форматов. И по сути, вот это вот решение, оно уже дало нам часть вот того функционала, о котором мы мечтали, который нам был нужен. То есть контент был стандартизован, форматы были, единый источник был, была техническая поддержка, но тем не менее все равно вот это решение, оно было локальным, потому что это была локальная разработка индивидуально на системах. Каждым техническим писателям не было централизованной базы, не было централизованного глобального переиспользования контента, не было унификации общих процессов. И вот четыре года спустя мы получили фондирование на приобретение контент-менеджмент-системы. Называется она SDL-3Soft. И наша компания адаптировала эту систему для себя. Называется она теперь, это система IPX. И вот именно про нее я сейчас немножечко поговорю, что дала нам эта система, дала она нам полноценную среду разработки и публикации. То есть, соответственно, от начала и до конца, работая в X-металле, используя все вот эти механизмы публикации, мы могли генерить разнообразные форматы. Причем эти форматы мы соответствовали новейшим требованиям, там, не знаю, responsive design какой-нибудь и так далее. И все, соответственно, это мы получали, что называется, за бесплатно практически, потому что у нас была квалифицированная IT-поддержка. В этом случае она стала корпоративной IT-поддержкой. То есть, наша корпоративная IT взяла на себя обязательство поддерживать нашу контент-менеджмент-систему. То есть, как только появлялось какое-то требование, допустим, для поддержки нового формата, допустим, я не знаю, электронная книжка какая-нибудь, или там, не знаю, друппальная книжка, этот формат готовился нам, айтишникам, мы его тестировали, он, соответственно, там добавлялся. Мы получили возможность переиспользования не только контента, но вообще всей инфраструктуры. То есть, мы все поголовно сейчас живем вот в этой среде. Если мне нужен какой-то контент, который сделали, я не знаю, наши юристы, я не знаю, legal disclaimer какие-нибудь, я с помощью механизма ConRef могу переиспользовать эти куски. Это могут быть, не знаю, куски текста, это могут быть целые топики, и это действительно, на самом деле, конечно, очень удобно, одна из основных ценностей этой системы. Помимо всего прочего, SDL3Soft подарил нам веб-решение для инженеров. То есть, вкупе вот с нашей основной системой идет утилита, которая позволяет, такой легковесный веб-редактор для инженеров. Это значит, что инженеры тоже могут работать в нашей контент-менеджмент-системе, не получая даже дополнительных каких-то особенных привилегий, но они просто там со своим паролем заходят в эту систему, используя наши контент-типы, используя нашу готовую структуру, они могут добавлять просто туда свой контент, переиспользовать какой-то наш контент, если нужно, не знаю, what's new какие-нибудь, которые там мы написали для продукта, и генерить любые форматы. В принципе, они очень это ценят. Контент-менеджмент-система дает такой полный функционал репозитория с контролем версий, с созданием бранчей. На самом деле, до сих пор все-таки мы немножечко используем инженерные репозитории по необходимости, но сейчас эта необходимость сократилась до минимума, потому что с 2017 года мы приняли решение перенести практически всю нашу документацию на веб. Такое было серьезное, очень революционное для нас решение, потому что, как я сказал, наш клиент, очень многие, там, это HPC-сегмент, который работает в закрытых лабах, но, тем не менее, контент стал веб-бейст. Что это значит? Это значит, что сократилось количество выходных форматов, которые нам просто нужны. И все объекты, контент-объекты находятся в CMS, мы их версионируем. Нет, нужно использовать инженерные контенты. И, как я уже сказала, IT-поддержка у нас есть. Эта IT-поддержка занимается апгрейдами всего софта, который нам нужен. То есть вышел новый DTIT, они нам его интегрировали в систему. Вышел новый X-Metal, они нам интегрировали в систему. Мы, по сути, только тестируем вот эти форматы. Мы получили решение для того, чтобы сомитить запросы на дополнительный функционал, для того, чтобы сомитить баги на отсутствие какого-то функционала или какие-то ошибки в системе. И это тоже решает для нас IT. На этом слайде такое схематичное изображение вот этой нашей контент-менеджмент-системы IPX, в основе которой, как я уже сказала, лежит изделие 3Soft. То есть у нас есть тул для редактирования. Это X-Metal с интегрированным DTXML. Через Authoring Bridge X-Metal общается с нашим большим репозиторием, который регламентирует все. То есть он дает возможность этой механизмы локализации и указывает, какие права, полномочия имеют писатели, следит за жизненным циклом всех объектов. И это все унифицировано. То есть все проходят одни и те же стадии. Ну и, соответственно, в него интегрирован DTIT, с помощью которого мы генерируем выходные форматы. Репозиторий доступен через X-Metal, через Authoring Bridge, через Publication Manager, это издельный тул, и через веб-интерфейс. Ну вот как бы лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я надеюсь, что у меня все сработает. Я покажу вам, как это выглядит. То есть самая главная структурная единица – это публикация, с которой мы работаем через Publication Manager, как я сказала. Публикация, то есть, по сути, это, я не знаю, какой-то аналог книги, который включает все, который включает дитамапы или букмапы, который включает XML-топики, имиджи, кнрфы и так далее. Когда мы создаем новый объект в Publication Manager, вот мы выбираем, что мы хотим создать топик, открывается окно, которое предлагает нам выбрать шаблон. Шаблон – это, по сути, те контент-типы, про которые я говорила, которые мы стандартизировали в соответствии с требованиями нашей компании. То есть вот эта закладочка, она полностью кастомные типы содержит. Допустим, я хочу создать task-топик. Когда я его создаю, система автоматически присваивает ему GUID. Это идентификатор уникальной топика. Прелесть этих GUIDов… Сейчас вы, наверное, почему-то очень будете долго думать. Хорошо, что я хоть что-то открыла заранее. В общем, прелесть этих GUID в том, что они позволяют не зависеть от путей. То есть мы можем объект совершенно безопасно перемещать по системе. То есть я не знаю, в мои файлы… Никто так не делает, конечно, но, допустим, в мои файлы может залезть какой-нибудь технический консультант наш и передвинуть его из одного каталога в другой и так далее. У меня ничего не поломается, потому что все ориентировано, вот эти вот идентификаторы. Ну и, соответственно, мы заполняем какие-то свойства этих объектов. Здесь может быть что угодно. Вы можете указать, что это закрытый внутренний, конфиденциальный. Вы можете указать, когда я говорила про жизненный цикл продукта, то есть на какой стадии разработки этот объект существует. Допустим, драфт здесь написан. Ну и права и полномочия этих людей, которые с этим объектом работают. Когда объект создан, вы делаете его чекаут, и он, соответственно, открывается в XMetal. Открывается он согласно уже той схеме, которую мы утвердили для конкретно этого топик-типа. Наверное, я тоже упомяну, что здесь есть возможность три вида вьюшки для работы с топиком. То есть есть код непосредственно XML-ный, есть Vizivik-редактор. Но на самом деле мы все работаем в редакторе, который называется TagZoneView. Потому что удобно видеть теги, вот эти детовские, с которыми ты работаешь. Это как-то более корректная всегда репрезентация. И, соответственно, все элементы, атрибуты, которые нужны этому топик-типу, таск в данном случае, они представлены здесь справа. Причем, как я уже сказала, через Offer & Bridge вы можете прямо из XMetal войти в репозиторий, то есть достучаться до нашей CMS. Вы можете достучаться до нее, просто добавляя какую-то ссылку или добавляя имидж. Вы кликаете, я не знаю, на «Добавить имидж», и у вас открывается, соответственно, окно, которое приглашает вас войти в систему и выбрать, допустим, те имиджи, которые создали наши дизайнеры. Топик создан, мы его закоммитили, и мы возвращаемся обратно в Publication Manager. Что мы делаем? У нас есть возможность, точнее, даже это не то, что возможность, на самом деле это необходимость, перед тем, как вы генерите output, сделать так называемый автокомплит. Для чего он нужен? Для того, чтобы подхватить все последние изменения, которые сделали ваши коллеги. Потому что, как я уже говорила, команда большая, очень часто несколько писателей работают даже над одним и тем же документом. Такая функция обычных вот этих репозиторий. То есть вы сделали автокомплит, вы подцепили все изменения, вы добавили нужные вам conditional теги, там, не знаю, релиз, там, операционную систему, там, что вам необходимо. И переходите к вкладке output, где вы на самом деле тоже можете выбрать, соответственно, там, добавить новый output формат. Вот сейчас в данном случае у меня, для примера, есть far.html, то есть это просто некомпрессированный html, ну, аналог веб-хелпа, да. Есть document bundle, это такая наша терминология для Drupal-буков. Это Drupal, это еще одна content management система, знают, наверное, да, большинство про нее. Вот, ну, в общем, на Drupal живет интеловский веб, и мы, соответственно, для него генерим там специальные форматы. Ну, здесь просто версия отличается там в зависимости от data.it. Вот, вы сгенерили этот формат, нужно вам, допустим, друбальную книжку, есть возможность посмотреть, там, кликнуть на клавишу view report, и посмотреть детализацию лог по ошибкам. Как я уже сказала, значит, есть у нас еще веб-клиент. Так вот, вот это приложение, которое устанавливается на клиентской стороне, да, оно, publication manager, оно дает неполную информацию, в частности, вот, по ошибкам в вашей системе. Ну, вот, если вы хотите получить прям детальную информацию, если там все там от формата зависит, то вы тогда идете в веб-клиент. Веб-клиент, во-первых, работает быстрее, вот, во-вторых, как я говорила, у него функционал шире, он дает возможность там анализа лога нормального. Вот, у нас есть люди, которые предпочитают, ну, вот, локальный publication manager, вот эту систему publication manager. Вот, но я для чего открыла это окно? Ну, для того, чтобы показать, что здесь тоже есть возможность редактирования, да, то есть, соответственно, если у вас там нет лишней тысячи долларов для X-Metal, да, то вы, соответственно, можете воспользоваться вот этим инструментом легковесным, ну, чем пользуются наши инженеры. Инструмент называется live content create. То есть, по сути, он интегрирован сюда, вы выбираете нужный вам топик, нажимаете кнопочку check-out, он вытаскивает этот топик из системы и открывает его, опять же, в том типе, в тех контент-юнитах, которые мы определили для конкретно вот этого топика. Ну, и там, соответственно, здесь, по-моему, только два, здесь в text-on-view нет режима. То есть, если говорить об уроках, да, то там я бы произнесла вот сакраментально, что это было непросто, но это того стоило. И, на самом деле, как вот любой опыт, да, им принято делиться, вот как бы то, что я сейчас делаю, там, тем, кто только собирается лететь к звездам, надевает скафандр, возможно, будут полезны вот эти небольшие рекомендации. Первое из них — действуй локально, думай глобально. То есть, суть этого совета в том, что у вас могут быть там самые амбициозные планы, но нужно понимать, что нужно дозировать ваши задачи. Ставьте перед собой небольшие задачи, чтобы достичь их в обозримые сроки, чтобы получить этот результат. И потом, соответственно, наращивайте функционал, свои аппетиты. В нашей ситуации вот это решение с непосредственным через командную строку использования DIT-IT и X-Metal, вот эта средняя стадия, оно было как раз вот таким промежуточным решением, которое сразу дало нам ощутимые результаты и половину того функционала, который нам был нужен. Как я уже говорила, важно приоритизировать контент, потому что переписать так все и сделать сразу всю жизнь счастливой, наверное, невозможно. Нужно фокусироваться на чем-то определенном. Нет правил без исключений. То есть, любая методология – это просто теория, которую нужно поженить с практикой. Никакая там Джоан Хекас или команда IBM, они не знают вашу специфику, они могут дать вам вот эту теорию, вот эти топик-типы и так далее. Но следовать буквально этой методологии может быть опасно. В частности, там наш такой пример. Мы абсолютно честно следовали так называемым требованиям к task-топик-типу, который говорил, что должна быть одна процедура на топик. Мы переписали даже те топики, которые, в принципе, логично сочетали в себе несколько процедур, мы разбросали отдельно по топикам, потому что была такая хорошая методологическая база под этим. Но в результате что мы получили? То есть мы получили help, состоящий из множества топиков, а пользователи получили огромное количество кликов. Им это не нравилось. Людям хотелось существовать в пределах одного сценария очень часто. А у нас уже сделаны контент-типы, понимаете? И вот они интегрированы в X-Metal. И, соответственно, приходилось немножко жульничать. То есть использовать какие-то элементы и теги, которые для этого не предназначены, для того чтобы, допустим, добавить еще одну секцию в task-топик. Или, соответственно, делать такую специализацию, придумывать новые топик-типы. Вот в частности мы придумали такой супер-таск, который называется рецепт, рецепи. И, соответственно, он сочетает в себе несколько процедур. Пользователям очень нравится. Но мы стараемся не увлекаться где-то специализацией. Не разбрасывайтесь. То есть на самом деле мы действительно получали большое удовольствие от огромного количества форматов, которые мы вот так вот можем свободно генерить и пользоваться. Но потом мы так взвесили то время, которое мы тратим, на то, чтобы их оттестировать, на то, чтобы их интегрировать. Так подумали, а вообще стоит ли это того? Да, молодцы, у нас это все есть, но вообще-то нужно. И тогда мы собрали аналитику и поняли, что на самом деле никто особенно не пострадает, если мы, допустим, откажемся от какого-нибудь там визуал-студийного формата типа Help3. Потому что, по сути, пользователю все равно смотрит ли он документацию в этом вебенче визуал-студийном или смотрит отдельно в стоящем браузере в системном. Будьте готовы к неожиданностям. Ну, то есть вот эти ложки дегтя и меда. Да, у нас все стандартизировано, у нас все единообразно, но, соответственно, меньше гибкости. Соответственно, если там вам вдруг куда-то нужно в какой-то топик что-то вставить, а вот этого контент-юнита для этого топика не подразумевается, то есть приходится изощряться. Но, опять же, как говорит наш XML-инженер, он всегда ругается, когда мы так делаем. Он говорит, для чего мы стандарты придумывали. В общем, мы стараемся вести себя правильно, но не всегда. Больше топиков и больше кликов – это то, о чем я рассказывала. То есть тоже приходится изощряться, придумывать решения типа вот этих рецептов, чтобы избежать множественной вот этой навигации. Много форматов. Ну, тоже форматы, они же тоже за бесплатно не идут, их нужно тестировать. Все равно это какая-то определенная кастомизация. Ну, и те, кто работает с DTIT, они знают, наверное, что там достаточно строгая валидация файлов, и, соответственно, билд уронить может не только там ошибка, но даже вернинг. То есть если вы там слинковались на какой-то топик по правильному гуиду, по правильному идентификатору, но у него там неправильно определен в дитамапе топик тип, то, в принципе, у вас может билд упасть. Ну, не для всех форматов, но такие форматы просто есть. Ну, и опять же, перспективы и планы. Сейчас у нас есть вот эта контент-менеджмент-система, но мы думаем о том, куда идти дальше, какие дополнительные возможности мы еще можем использовать. В принципе, когда мы начинали, система сама была достаточно сырой, и мы практически вот так вот на своем горбу практически ее вот так вот тащили, тестировали и оптимизировали. Но все равно есть какие-то проблемы, которые хотелось бы очень решить, в частности, за счет вендора, за счет изделий. Например, хотелось бы добавить какой-то недостающий функционал, как вот, к сожалению, у них нет пакетных операций, вот как search and replace какой-нибудь. Нет этой возможности, тоже там приходится как-то находить какие-то решения. А есть, наоборот, какой-то функционал, который не просто есть, а он обязательный, вот как вот цикл жизни объектов. А нам вот он не очень нужен, если честно. И тоже хотелось бы как-то иметь возможность ему не следовать. В конце этого года нам обещали интеграцию нашей оконно-менеджмент-системы с Drupal Book, с системой Drupal. Сейчас мы используем скрипты, такие для того, чтобы постить нашу документацию на веб. Ну, в общем, нам обещают, что мы это сможем сделать прям вот одним кликом. Еще одна очень такая интересная возможность – это динамическая публикация. У нас уже на самом деле был такой опыт для внутренних пользователей, когда вы даете им возможность генерить документы. То есть он выбирает нужный ему контент, он выбирает нужный ему формат на веб-сайте, и, соответственно, ему генерится под него конкретный документ. И иметь такую возможность сделать это для внешних пользователей через CMS для нас было бы таким серьезным достижением. Ну, вот еще к концу 2018 года нам обещали интегрировать в систему AcroLinks. Это кто-нибудь знает, что это такое? Ну, в общем, это, да, это, по сути, такая программа, которая позволяет анализировать ваш контент на предмет, я не знаю, соответствия стандартам, поисковой оптимизации, стиля, тона ваших документов. Вот, наверное, это все. Решение прекрасное, перспективы замечательные, но вот ложку дегтя тоже никто не отменял. Проблемы есть, их нужно решать. Вот, вопросы? Да? Сейчас, одну секундочку микрофону. Спасибо за интересный рассказ. Если я правильно понял, вы делаете честную специализацию, то есть не просто стандартный концепт набить табличек нужного вида, а это честная специализация. Расскажите, пожалуйста, если можно поподробнее о вашем опыте специализации, вот во что эта специализация обходится. Вот кроме того, что вам нужно собственно дитовскими средствами определить новый тип, какие еще пляски для этого нужно выплесать, что-то поменять в редакторе, чтобы это правильно отображалось, что-то поменять в СМС, чтобы она это признавала за диту, а не за кучу мусора. Что, кроме как таковой специализации, приходится сделать, когда вы создали еще один тип топиков? На самом деле, вы знаете, практически ничего, потому что когда этот топик-тип создан, допустим, мы широко его возможности специализации использовали для документации библиотек, то мы получаем уже готовое решение, которое доступно в X-Metal, и у нас нет никакой необходимости делать какую-то еще локальную кастомизацию внутри, либо там тла для редактирования, либо там в СМС. То есть как-то еще переучивать на этот новый тип редактора и СМС-ку вам не приходится? Нет. Ну, как-то вот мы опытным путем пришли к тому, что, в общем, вот этой специализации нужно иметь как можно меньше, нужно стараться жить теми стандартными топик-типами, которые есть где-то. Спасибо.